Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дух Ирины, явись. 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 Ох, не одобрил бы ваш повторный приход ко мне, Яков Платоныч. Ну, доктор, ну, мы же ему ничего не скажем. У меня такое ощущение, что вы меня заставляете участвовать в сговоре, а? Да. Так вот, что касается второго убийства, оно, я полагаю, идентично первому. Ну, то есть, те же самые рваные раны, хлебят когтей. Я думаю, что оно было совершено одним и тем же… Человеком или все-таки животным? Я-то практически убежден, что хищником, хотя Яков Платоныч сомневается в этом. Ну, это понятно. А что, если это человек, который превращается в волка? Я все-таки врач. Я мысли материально. Доктор, вы меня не поняли. Я имела в виду ликантропа. Ну, то есть, человека, которого укусил волк, и потому ему самому иногда кажется, что он волк. Да ликантропия – это вымышленная болезнь. Да. Хотя месяца полтора назад у меня был один пациент, кстати, укушенный волком. Так вот, он вел себя достаточно агрессивно. Он впадал в беспамятство и даже какие-то галлюцинации у него были. И что? Да, но не выразил алкоголем, заверстываясь. Кабашу подпить бросил. Александр Францович, миленький, скажите ж мне скорее, кто это был? Ведь у вас и запись наверняка должна была остаться. Да, скорее всего есть. Макар! О, здорово, Макар. А ты что, всю ночь здесь торчал, что ли? Здорово, Юрий Новоксевич. Так это, караулил. Ну, выпил лежка. Пришлось здесь заночевать. А ты что, босой ходил, что ли? Я там следы видел. Так это, Ермолай Алексеевич, сапог жмёт. Сапог жмёт оно. Бывает. Сапог? Ага. Ох, Макарушка, Макарушка, ты давай завязывай с этим. Ага. Ну, ладно. Пошли за двор. Ага. Бывай. Бывает, бывает. Любил я её. Понимаете? И она меня любила. Страдала. Мучилась совестью. Молилась. А приказчик всё узнал, поэтому вы и решили убить его. Да не убивал я его. По морде дал разок, было дело. Там у трактира. Потому как он начал денег требовать. Иначе, мол, всё про вас Привалову доложу. И тем не менее, это весомый повод желать его смерти. Той ночью, средней я был. На сеновале. Она всё причитала, что грешница она. Молодежка. Молодежка. Что же за тварь поганая собралась? Так может, это ваш сообщник опасался, что Ирина раскроет его? Что за сообщник? Вы про Голощукина? Именно. Так мы с неприятели. Я ему на медне. Так было, так говорю. Привалов за оборот мне награду назначил. Так он ещё вчерась обещался пристрелить его. Не смог, видать. А что, Голощукин хороший охотник? Да, уж надо же. Только разговор, что про охоту. Недавно по пьянке рассказывал, что его волк укусил. И что он после этого стал слышать лучше. Запахи острее чувствовать. Что селище появилось необыкновенное. Адрес его знаете? Где живёт, знаю. Адрес на что мне. Я ему письма писать не собирался. Тихо! 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 Открывай! Пашка твоя ловяза. Тихо! 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 Ну, открывай! Тихо! Ну, железяк, это бездушно. Тихо! 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 Добрый день! Здрасьте! А я от доктора Милца. Проведать пациента Голощукина. А вы кто ему будете? Жена. А зачем он к доктору-то ходил? Было подозрение на ликантропию. Чего? Ликантропия. Такое бывает после укуса волка. Был такое. Месяц назад волк его прихватил чуток, да. Можно я с ним поговорю? Да нечего с ним говорить. Здоров, как Мирин тут. На охоте нынче. Походите. Нечем нам с вами говорить. Очень даже есть о чем. Или предпочитаете, чтобы вас городовые отвезли в управление? Прими, Лукьян Кузьмич, от нас у всех. Соболь я знал. Спасибо, мужики. Но теперь, чья слезы свои утер, пусть сдохнет зверюга, лично убью. Так-то оно так, только как мы оборот не распознаем? Так перестреляем всех волков. А среди них бог даст и есть оборотень. Вот, пожалуйте, мастерская его. Тут он чучел своих по заказу мастерит. А на мужа моего нечего напраслину возводить, не убивала никого. Потому, как дома спал. И вчера, и сегодня. А это для чего? Ежели заказчику только шкура нужна, то лапу он тут оставляет. Давно вы женаты? Лет шесть уж как. Скажите, а лет десять назад девушка по имени Василина… А для чего этот ключ? Не знаю. Муж, видать, положил. Его и спрашивать надо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой! Вы что же творите, изверги? Вы с умом исходили, мужики? По креста на вас нету! Лукьян Кузьмич! Не мешай, Ермолай Алексеевич! Я этого оборотня из-под земли достану! Вы же всех волков перебьете! Всех и перебьем! Невелика потеря! А ты либо давай иди с нами, либо иди с дороги отмешка подальше! Я в полицию пойду! К Штольману! Что же вы творите, изверги? Вы же хуже зверей! Закомолом посмотрите! Ну что, Антон Андреевич? Ловушки, капканы, шкуры, реваловских денег нигде нет. Все комнаты в доме обыскали, но я полагаю, что Голощокин не приносил деньги в дом, иначе его жена прикупила бы что-нибудь. Так может, он от жены деньги утаил? В таком случае, он прогулял бы их в трактире или поехал к цыганам, не удержался бы. А чего здесь? А? По какому праву? Господин Голощокин, где вы были сегодня ночью? Голощокин, вы меня слышите? Голощокин, вы меня слышите? Вы в тебе? Быть может, доктора позвать? Я буду стрелять! Да что же вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Доктора вызывайте! Доктора вызывайте! Субтитры создавал DimaTorzok Это он. Он приходил ко мне месяц назад и сказал, что его укусил Волк. Ну, якобы с тех пор у него начались галлюцинации, ликорадка была несколько раз, приступы агрессии, потеря памяти. Но я, откровенно говоря, был уверен, что это результат его беспробудного пьянства. Он Коробейникову руку прокусил. Втроем его вязали. Откуда только сила такая. А что, если он правдуоборотень? Антон Ильич, это противоречит здравому смыслу. Анатомии, в конце концов. Ну, впрочем, мне понадобится некоторое время для полного обследования. В последнее время он, почитай, не ест ничего. Только пьет. С флягой своей не расстается. С какой флягой? В Котомке его охотничьи. Вот. Дайте взглянуть. Откуда только такую отраву берет? Да кто ж его знает? У него, почитай, полгорода в собутыльниках ходит. Возможно, сюда что-то подмешали. Ну, уж, очень сложная комбинация для простой кражи денег. Доктор, я очень боюсь, что он меня мог чем-то заразить. Он же меня укусил. Кто? Ну, не Яков Платоныч. Оборотень. Антон Андреевич, согласно всем легендам, оборотни боятся чеснока. Поэтому я вам советую есть больше чеснока. Вот Яков Платонычу это понравится. Я, знаете, зайду к вам завтра на перевязку. Вошло к бороде. Труп в лесу. Что ж за зверь такой? Кто-нибудь, что-нибудь видел, слышал? Что тут услышал? Охота, стреляли. Смотрю, бежит кто-то. Думал, волк раненый. Приказывать никому не могу, но настоятельно советую всем разойтись по домам. Скоро стемнеет и могут быть новые жертвы. Михайловская усадьба далеко отсюда? Версты две. Расходитесь, мужики, расходитесь. Домой идите. Ну, уж нет. Я эту тварь достану. Антон Андреевич, я в Михайловскую усадьбу. Нужно повестить охранника и постояльца. Я с вами. Нет. Вы сопроводите труп в город. Ну, как вы пойдете один через лес? Каролин, у меня же револьвер. Нет. Вот он в чем тоже был при оружии. Выполняйте. Скоро стемнеет. Помогите! Пустите меня! Мой кучер сбежал! Я Фрейлина Ее Величество! Прощайте! Пропустите! То дама просит помощи. А что случилось? Утверждает, что на нее напали в лесу. Она ранена? Нет. Ну, так отправьте ее. Я прошу об убежище. В лесу за моим экипажем гнался зверь. Кучер спрыгнул на ходу и бросил меня. Я сама правила лошадью, чтобы доехать до вашей усадьбы. И никакая сила не заставит меня выйти из дома до рассвета. Если позволите мне переночевать в прихожей на лавке, я буду очень признателен. Ну что вы, мисс, успокойтесь. Прошу вас, садитесь. Успокойтесь. Что за зверь гнался за вами? Оборотень. Спасибо, Том. Как же вы не слышали об этом? Ведь вы живете в самом центре его леса. Весь город говорит об этом оборотне. Я живу вдали от города. Но дело даже не в этом. Я ученый. И в сказки не верю. Я тоже думала, что это сказка. Пока сказка не погналась за мной в лесу. Вы видели оборотня? Я слышала его вой. Я видела лохматый силуэт, мелькающий в зарослях. Он бежал то на двух лапах, то на четырех. Я испытала такой ужас, что не смогу ехать через лес. Видите ли, к сожалению, вы не можете здесь переночевать. Это против правил. Я сам здесь только гость. Солдаты не пустили бы вас, если бы не ваше бедственное положение. Так войдите же в мое бедственное положение. Пожалуйста. Служивый. Кто старший? Пойм пароль. Слушаю вас. Начальник сыскного отделения полиции Штольман Яков Платоныч. Господин Браун дома? Так точно. Мне нужно предупредить его об опасности. Следуйте за мной. Боже мой. А я ведь до сих пор не представилась. Фрейлина Ее Величества. Какого Величества? Да. Ее Величество Государыни Императрицы Марии Федоровны. Но что вы здесь делаете? Я в отпуске для поправки здоровья. Что ж, это меня есть дело. Вы, конечно же, можете остаться до утра. Спасибо. Я буду рад предоставить вам убежище. Спасибо большое. Прибыл полицейский чин. Утверждает, что вам угрожает опасность. Опасность? Да. Ну ладно, проси. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Позвольте представиться, начальник сыскного отделения уездной полиции Штольман. Яков Платоныч. Карден Праун. Тел вашего визита? Я бы хотел предостеречь вас. В последние двое суток в округе произошли три зверских убийства. Я бы настоятельно советовал вам не покидать усадьбу и от лесных прогулок воздержался бы. Благодарю вас за предупреждение. Но у меня хорошая охрана, как вы видели. Но я был бы вам очень признателен, если бы вы проводили до города мисс Нижинский. Под такой охраной я буду в полной безопасности. Спасибо большое. С удовольствием, мисс Нижинский. Дух Василины, приди. Дух Василины, приди. Назови имя своего хозяина. Ирина. Ирина. Ну, нет, здесь никакого оборотня. Я его сама видела. И он привел тебя прямиком к дому мистера Брауна? Это было единственное живующее в округе. Ты мне не веришь? В совпадение не верю. Коня и уж. Если бы зверь был где-то здесь поблизости, то лошадь бы почувствовала и понесла бы уже. Я трясет. То ли от страха, то ли… Такой же ты все-таки фарам. Не за чего вы еще? Не-а. Зумолеваю себе, что оборотня можно вот так вот убить просто из ружья. А сколько Архип оптный был охотник? И при оружии, и тот… За упокой, Архиповича. За упокой. За упокой. Уйду я на всякий случай. Подсаблю. Поставке, да, вот она. Какая-то лучше. Места. Полевая, наверное, нельзя проблемην использовать при металله, но, поまず, например, только на весь поколение алиэкспринeten. Поставке. Какое действие? Подесса, аоля-к Abs skip? Обряд. Сувенивает быстро, как раз и встали. Продолжение следует... Вот в этой фляге Голощокина, ну, помимо ингредиентов, которые входят в состав самогона, я обнаружил еще постороннее вещество. И что за вещество? Пока я не знаю. А вот вам и оборотень. Да. Ликантропию. Судя по следам на теле жены Привалова и Ермолая, все зубы зверя целые. А ведь он потерял один. И заметьте, за ночь клык не мог вырасти. Что ж, получается, что убийца снял слепок с волчьей пасти и сделал специальный инструмент? А, Тихон, ты что, что ж так крадешься-то? Я уж думал, что это он, ломбардиня. Ломбардиня, ломбардиня. Яков Ротанович, тут зелье какое-то. И вот, мухомор. Тот самый ингредиент, который не смог распознать доктор Миллс. Яков Платоныч, гляньте сюда. Тот самый орехокол, который все ищут. А где само изделие? Инструмент здесь ищем. Я полагаю, оно у Тихона. Но он сюда и вернется, он собрал вещи. Только не могу понять, зачем ему керосин? Керосин ему нужен, чтобы сжечь здесь все, чтобы никаких следов. Только пока мы будем его здесь ждать, он еще кого-то убьет. Анна Викторовна, вам духи подсказали, где нас найти? В дежурной участке. Василина та девушка из легенды, которая повесилась десять лет назад. Она служила в доме у Привалова. И Привалов ее и обесчестил. Неужели Тихон тот самый юноша из легенды, который хотел отомстить хозяину? Какой Тихон? Кузнец. Мне кажется, я знаю, где их искать. Вот так. Брось наш. Штихенко, отойди от него. Все плачено. Стой. Я сдамся. Слово даю. Только прежде пусть он покаяться. Что сделал? Это правда. Я взял ее силой, но мне не жило в ее смерти. Не жило. Тихон, Кузнец, знал, что вас укусил волк? Знал. Знал. Откуда? Сами рассказали? Сам, когда выпивали. Я же говорю, у него полгорода с обутыльников. Да тихо ты. В ночь убийства приказчика. Вы тоже были у Тихона? Было дело. Ну, вас же видели в трактире в тот же вечер. Ну, так это… А поначалу в трактире выпивали. Его всю ночь носило где-то. Под утро только объявился. Да тихо тебе говорят. А я полагаю, в ночь убийства Приваловой вы тоже выпивали с Тихоном? Настойка у него забористая. Он с слягой своей не расставался. А как глотнет, так словно бес в него вселяется. Это мне казалось, что у меня на руках шерсть растет и эти… когти. Когти. Дело все в том, что в состав мухомора входит уссумол. А он вызывает сильнейшие глюцинации. Тихон, сам пил эту настойку. Вроде прикладывался. А вот я думаю, только для виду. Вы и помните, как уходили от него? Ничего я не помню. Помню только, что в лесу все время оказывался. В этом в шалаше быть он проклят. Значит, Тихонову удалось уверить в тех, что вы и есть, оборотень. В том числе и вас. А дубликат ключа заказывал не приказчик, а Ирина Привалова. Зачем же не Привалова ключ от сейфа мужа? Это как воровать у самой себя. Да потому, что собиралась сбежать она с Никишиным. А вы ведь уже знали об их романе от Голощокина. Поэтому Никишину деньги и подбросили, чтобы подозрение на него пало. Вам ведь не деньги нужны были. Мало вам было убить Привалова. Вы хотели его уничтожить морально, обобрав до нитки. А приказчиков? За что? Признал он меня. Тушенка у него жадная. Помешать мог. Изверг. Ирину Привалову. За что жизнь не лишил? Чтобы он... Сядь. Сядь сказал. Чтоб он всю чашу до дна испил. Чтоб он всем сердцем познал эту боль, каково это потерять любимую. Багальная месть. А охотник ты здесь причем? Столкнулись мы с ним в лесу. А у меня в руках инструмент мой был. Понял он все. Ну и... А деньги Приваловские куда дел? Как это куда? В церковь отнес. В церковь? Все до копеечки. Ну, покой души, Василинушки мои. Чтоб не маялась более. Там урод. Но род собрался. Волнуется. Вам бы не надо, покуда из дому выходить. Думаешь, я толпы боюсь? Холопы чумазые. Все бы вам баклуши бить, да лясы точить. Чернь убогая. Кнута на вас нет. Лукой Антонимич, гости к вам! Кого там еще нелегкая занесла? Господин Привалов. Вы арестованы за преступление против чести и целомудрия Василины Субботиной. С последующим доведением ее до самоубийства. Да не убивал я никого. Она сама. Десять лет уже прошло. Вы же сами признались. И есть на то свидетели. Какое же это признание это? С ножом возле горла. Есть и другие свидетели. События десятилетней давности они помнят в деталях. Все зафиксировано и оформлено по правилам. Так что от каторги вам не отделаться. Уводите. Привалов арестованы. Вы мне это пришли сообщить? Нет. Прошу прощения, если нарушил ваше уединение. Но мне казалось, вам интересно будет это знать. У меня от вас ведь так заволновала судьба Василины. А вас это забавляет. Меня это беспокоит. Вы вмешиваетесь в полицейские расследования, когда вам вздумается. Это опасно и я намерен положить это на конец. Играть в сыщика мне неинтересно. Я просто помогаю людям. Почему вы не уехали? Так было бы для всех лучше. Конечно. И вы бы наконец смогли спокойно предаваться любовным утехам с Ниной. Вы забываетесь, Аня. Это вы забываетесь, Яков. И знаете что? Вы мне, вы мне все время хамите в последнее время. И мне кажется, вы это специально делаете. Помилуйте. Да нет. Нет, конечно. Вы же хотели, чтобы я уехала. Но вы же все для этого сделали. Нет. Оно может быть так получилось, но неосознанно. Да нет. Боюсь, что осознанно. И знаете что? Уезжайте вы и Нину свою с собой забирайте. Я отсюда никуда не уеду. И сейчас тоже вы уходите, потому что я сюда первая пришла. Уходите. Вы меня никогда не простите. Никогда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok